Пожалуй, самая обсуждаемая тема на этой неделе – это события в Курской области. Четвертый день, там уже идут бои. Официальные власти в Украине это не комментируют. И такая очень интересная ситуация складывается, когда что-то о событиях там мы узнаем преимущественно из российских СМИ. Также очень много сейчас вариантов и разных аналитических прогнозов появляется в западных СМИ. Давид, вопрос достаточно общий. Вот ваше впечатление от того, что происходит, и видите ли вы, есть ли у вас какой-то прогноз, к чему это все идет? Кстати, такая ситуация, когда кое о чем важном приходится узнавать из иностранных СМИ, а свои госорганы хранят молчание, не ново для Израиля. Из разного рода оперативных соображений частенько мы тоже узнаем кое-что, а иногда даже очень долго ничего не узнаем из собственных СМИ. Не то чтобы СМИ, а я имею в виду от собственных военных или от собственных спецслужб. Это называется такая стратегия туманности и неопределенности. Кстати, объяснений вполне уважительных здесь хватает. Это и психологическая война, и это попытка не дать противнику лишней информации. Насколько в каждом конкретном случае оправдан такой подход, это можно рассуждать. Значит, безусловно, происшедшее стало для меня, в общем-то, сюрпризом. Сами по себе рейды, небольшие рейды на территорию России сюрпризом не являются и, в общем-то, ожидаемы. Более того, вот в таких условиях, когда граница очень длинная, защищается слабыми силами, такого рода небольшие операции напрашиваются. И можно говорить, что они довольно регулярно происходят, особенно если мы обсуждаем рейды очень малых групп. Но вот это было несколько иным, и, кстати говоря, ситуация стала уроком. И я считаю, для меня и для многих обозревателей, когда некие вот на основании вот тех вот старых пониманий того, что да, рейды были, да, рейды были небольшими, значит, что-то, несмотря на туман войны, нечто подобное происходит и сейчас. Такого рода выводы делались, ну, скажем, даже если осторожно, ситуация показала, что все обстоит иначе. И урок еще и в том, что делать выводы на основании ограниченной информации, ограниченной открытой информации, тоже может оказаться совсем неверно. Потому что, как мы уже сказали, украинская сторона о своих замыслах ничего не сообщила. Опираясь на отрывочные видео «Туман войны» и сообщения, часто панические сообщения с российской стороны, что называется там буквально в смысле и до сих пор, разводили зраду полную, как принято говорить, выводы делались не очень правильные и, естественно, не опирающиеся на прочный фундамент. Сегодня же мы можем осторожно говорить, что за операцией, естественно, задействованы довольно большие силы. Это абсолютно не рядовой рейд. Но по-прежнему остается под вопросом цели операции, а также дальнейшие возможности и планы украинского командования. То есть, есть ли планы, например, ввести еще какие-то резервы и расширить эту операцию рейд? Есть ли план, что называется, мощно пошуметь? А мощно пошуметь уже удалось и, возможно, есть еще в этом потенциал. Но далее быстро отступить на украинскую территорию, то есть исчерпать потенциал рейда. Либо, и в этом уже говорят, после того, как стали постепенно осознавать масштабы мероприятий, либо даже есть цель зацепиться за российскую территорию, причем за довольно большой ее участок. И, можно сказать, открыть такой активный участок фронта, заняв на некоторое время, как минимум, может быть и на долгую часть Курской области, но, что называется, заставить Кремль и заставить российское командование поменять планы. То есть, когда и если такое происходит, то это вынуждает в той или иной степени перебросить силы и подкрепления, занятые на других участках фронта. Ну и дальше уже об этом разговоры, естественно, идут в удержании территории. Это такой вызов Путину, который говорил о том, что переговоры возможны только с учетом фактов на земле. Ну вот вам факт на земле и так далее. Но урок главный, и это в том, что даже до сих пор мы точно не знаем и примерно не знаем замыслы, и примерно не знаем масштаб сил, которые украинцы задействовали. Слухи из российских источников самые разные, часть из них откровенно абсурдные, там и до восьми бригад. А вполне вероятно, может быть, даже и силы из нескольких бригад, но это скорее сводные действия, это не бригады целиком. Мы не знаем, есть ли резервы и намерены ли их задействовать, намерены ли отступить, может быть, уже сегодня или послезавтра с этой территории или, наоборот, ее удерживать. Однако действия стали, естественно, очень неожиданными для всех и в первую очередь для самих пострадавших. Российское командование, которого можно говорить однозначно, что был налицо провал российской обороны, и сейчас они пытаются в режиме тушения пожара последствия этого нивелирования. Ну, кстати, вот мы уже отметили, что много информации сейчас исходит, в том числе и от западных источников. 8 августа Блумберг сообщил о том, что глава Генштаба РФ Ерасимов и высшие должностные лица, вероятно, проигнорировала ли предупреждение разведки российское о том, что в Курской области могут начаться боевые действия. По информации близкого к источнику Кремлю, на который ссылается Блумберг, российская разведка за две недели знала о том, что такое вторжение может быть, но военное руководство страны это все проигнорировало. Более того, Путин не был проинформирован о том, что такое может быть. И далее Блумберг говорит о том, что все равно Путин, вероятно, не решится уволить Герасимова сейчас. Как относиться к подобного рода сообщениям? Как вы считаете, могло ли такое в принципе быть? В принципе могло быть что угодно, но относиться к такого рода сообщениям нужно очень осторожно. Блумберг, конечно, достаточно солидные СМИ. И, как правило, его авторы говорят, если они ссылаются на какой-то источник, они, как правило, с ним говорят. Однако есть одно «но». Одно дело, когда автор Блумберга ссылает на источник в Пентагоне и в Госдепе, можно примерно даже понимать, с кем он говорил, и вообще можно понимать, что речь идет о, допустим, санкционированном или несанкционированном сливе, но реально сказанном человеком, имеющим отношение к делу, и человеком, который вряд ли врал, а хотел по какой-то причине, и, возможно, это санкционированный слив, донести информацию до издания. Когда ссылается на какой-то источник в администрации президента России или что-то в этом роде, меня, значит, сразу сильно гложет смутные сомнения. Что это за такой источник у Блумберга? Кто-то с ним санкционировано общается, не санкционировано. Если санкционировано, то это может быть та или иная деза. Если не санкционировано, то тоже странно, потому что такого рода для общения, для источников российского руководства может быть чревато. В общем, Россия не США, где у Блумберга другие связи. Как мне это видится? И далее нюансы. Что значит «вероятно» мог пренебречь? Когда говорят «либо да, либо нет». Если «вероятно», это значит «вероятно» и «нет», «вероятно» и «не знал». То есть речь идет не о полной информации. Далее важный момент. Что значит «доложили» Путина? Когда разведка, значит, если разведка знала, есть разные степени знания разведки, назовем это так. Если разведка четко и точно знает, доложила точно, как пелось в песне, агентура, либо какие-то четкие сведения, говорят «вот тогда-то и тогда-то» или стопроцентно, вот так буквально, почти стопроцентно или стопроцентно, украинцы силами, я не знаю, до бригады атакуют Турской области. Мне сложно предположить, что вот когда знание буквально такое, стопроцентное, да, что и докладывают наверх, кстати, вопрос, доходит ли это вообще до начальника генштаба, оно, допустим, командованию группировки и так далее, и далее по, если надо, далее по иерархии, и оно пренебрежет такого рода информации, когда речь идет о буквальном смысле точной информации. Мне сложно предположить, хотя иди знать. А вот есть несколько иной подход, не подход, а ситуация, когда разведка дает оценку, что по ряду сведений повышается вероятность того, что украинцы предпримут наступательные действия в то или примерно, в то или время или в обозримой перспективе, вот примерно такими силами. И здесь, когда это докладывается командованию, уже командованию решать, как отнестись к такого рода данным. Это, в общем-то, в любой армии мира. Считать, что на самом деле вывод сделан правильно, и стоит этого опасаться или нет, иногда командование пренебрегает такого рода сообщениями, пренебрегает оправданно. Мало ли, что могут быть, с чем связаны телодвижения противника. Разведка может ошибаться, это может быть и дезинформация, может быть демонстративные действия, что угодно. То есть командование может принимать по этому поводу решение. Если они будут оказались ошибочными, вот это другое дело. И по поводу доклада на самый верх, это тоже вопрос. Но как в российской армии положено докладывать в таких случаях, в зависимости от того, что разведка рассказывает. Яркий пример того. И, конечно же, можно понимать, что командование, если оно считает, несмотря на разведывательную информацию, может считать, находясь в плену неких концепций, как это было в Израиле 7 октября, что, несмотря на признаки, противник не нападет. И тогда это грубая ошибка. И в любом случае, согласно неким иерархическим подходам внутри каждой армии, не факт, что это должно накладываться на самый верх, а уж президенту и подавно. Президент, скорее всего, это вообще такого рода уровня информации. Это не то, что должно докладываться президенту. Хотя, иди знай. Яркий пример, я хочу привести, это ситуация в Израиле перед 7 октября нападений Хамаса. Израильская разведка и Генштаб находились в плену ложной концепции, сделанной на основании нескольких лет изучения обстановки, что Хамас не собирается напасть на Израиль крупномасштабно, потому что Хамас крайне в этом не заинтересован. И поэтому признаки нападения, о которых докладывала разведка, в том числе и в последний момент буквально, признаки, но это не был доклад, что вот завтра Хамас или через 2 часа Хамас масштабно нападет. Нет, были признаки, по которым можно было бы сделать задним числом, это понятно, правильные выводы, и можно было бы сделать тогда. Но концепция была настолько сильна, концепция того, что нет, такого не может быть по разным причинам, что выводы делались неправильными, вот эти вот признаки считались либо недостаточными, либо признаками чего-то другого. То есть я к тому говорю, что если факты против нас, тем хуже для фактов. Это я попытался, в общем, оценить то, что Блумберг пишет и что могло быть. Главное другое, была ли информация у российской армии более-менее ограниченная, либо нет, но украинцам удалось достичь полной тактической внезапности, оборона была не готова, и не была готова к этому, оборона, которая там находилась, линии обороны и силы, оказались не готовы к обороне, и российское командование в целом не оказалось не готово к такому развитию событий, без связи с тем, что доложила ему разведка или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова